Так, итак, так, итак, у нас следующий ролик называется «Семь причин, почему России нужна новая конституция». Действительно, какие причины нам нужны для этого? И федерального бюджета. Так, стоп, здесь у нас с девятой минуты и до конца. С девятой минуты и до конца. Разделение властей. Ага, и до конца, то есть, ладно, смотрим. Я на этом канале регулярно говорю о том, что республиканская форма правления предполагает, что законодательная власть является единственным источником законодательства, а исполнительная власть исполняет решения законодательные и принимает только те правовые нормы, которые необходимы для исполнения федерального закона. И в российской конституции даже есть эта норма. Статья 115. На основании его исполнения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, нормативных указов президента Российской Федерации, правительство Российской Федерации издает постановления и распоряжения обеспечивают их исполнение. Однако, вся эта система все же несколько повернута с ног на голову. Главная часть работы любого законодательного собрания – это разработка и принятие бюджета. В России кто разрабатывает бюджет? Статья 114. Правительство Российской Федерации разрабатывает и представляет в Государственной Думе федеральный бюджет. Как бы это нормально, что правительство предоставляет парламенту проект бюджета. Но конституция не относится... Нет, но вопрос, нужна ли России новая конституция, по-моему, это риторический вопрос. Простите, но да, да, это очевидно. Рассмотрение бюджета к введению Федерального собрания вообще никак не упоминает связь Государственной Думы, напомню, единственного представительного органа власти и федерального бюджета. По самому главному вопросу законодательной деятельности, конституция ставит представительный орган власти в зависимость от исполнительного органа. Но дальше веселее. Статья 112. Председатель правительства Российской Федерации не позднее недельного срока после назначения представляет президенту Российской Федерации предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти. Вот это вообще поразительно, простите. То есть любой новый премьер может просто фигахнуть всю систему исполнительной власти, а парламент в это время должен нервно курить в сторонке? Это не так должно работать. Ну и что сделал Путин, когда пришел к власти? Поменял всю систему органов исполнительной власти, закинул тонну полномочий в ФСБ, передал себе ведение над силовыми органами. А парламент, даже если бы хотел что-то сделать, то просто не мог, потому что почему-то государственным строительством по российской конституции занимается не представительный орган власти, а исполнительный. Это, простите, как? Но знаете, кого в системе разделения властей нет вообще? Четвертое. Должность президента. Российская система... Знаете, мне это чем-то напоминает историю со сталинизмом, потому что у Сталина до 41-го, что ли, года не было никакой государственной должности, только партийной. Разделение властей в принципе подхрамывало, но окей, даже при не очень четком соотношении подчиненности ветвей власти это жизнеспособно. Но вот накинутый сверху всего этого президент просто ломает всю систему разделения властей, даже по оригинальному тексту. Президент России не входит в систему разделения властей вообще, а находится сверху нее. Вот сходу. Статья 81... Доминирует. ...часть 1. Президент Российской Федерации является главой государства. Современным республикам не нужен глава государства. Вот это указание в первой части, что президент глава государства, просто говорит, что все остальное, что находится в последующем тексте, подчиняется одному главе. Конституция практически никак не ограничивает деятельность на посту президента. Президент, оказывается... Нет, но теоретически, конечно, современным республикам не нужен глава государства, хотя он, конечно, есть. Наверняка должность президента Италии и Германии, она в Конституции прописана у этих государств. Они главы государства, но при этом, по факту, они не обладают никакой властью. У них она такая чисто символическая. Он определяет основные направления внутренней политики. Почему этим должен заниматься парламент? Одна вещь, которая мне никогда не была понятна. Статья 83, пункт 6. Президент Российской Федерации имеет право председать сегодня на заседаниях правительства Российской Федерации. Ну да, я согласен с Вайт Рашином, что положено православному государю. Я согласен. Это, как ни странно, вот он наверняка пошутил, а это самое близкое к реальности объяснение, почему российская Конституция такая, какая она есть. Потому что российское самодержавие, оно, в принципе, всегда... Оно никогда не было прописано где-то. То есть российский самодержавие, он по факту своего существования обладал ничем не ограниченной властью. И его функционал, его фигура, она нигде не была прописана. И в этом не было никакой необходимости, потому что это власть, это самодержавие, он априори сокрален. Не хватало еще его где-то прописывать, чем-то ограничивать. И тогда этот орган называется Советом Министров. То есть президент может тупо прийти и стать премьер-министром. Просто потому, что Конституция позволяет ему отхватить себе всю исполнительную власть. Не, ну слушай, можно, конечно, в 100 года написать в этой бумажке, но если бы она прям вообще ничего не значила, я думаю, что Путин бы так не заморачивался бы последние 12-13 лет с тем, чтобы поменять содержание этой бумажки. А все-таки они подзаморочились. Но если бы это была полная хуйня, он бы не парился бы, и все. Президент может легко отправить в отставку все правительство в любой момент, без каких-либо объяснений. Более того, президент назначает премьер-министра... Ну, немецкого президента, кстати, помнят по формуле определенной. Знаешь, такую формулу есть в честь немецкого президента названную? Согласие парламента, а не наоборот. Это тоже не очень здоровая ситуация, потому что а кому тогда отчитывается правительство? Парламенту, которому правительство должно отчитываться? Или президенту, который принимает решение о назначении и отставке правительства? Да. Это же ради национальных интересов, это ради безопасности. Мало ли какие-нибудь либералы проберутся в региональный парламент, учудят какую-нибудь хуйню. Так, Ник Фьюри пишет. На первом курсе Юрфака от всех требует правильно ответить на вопрос, к какой ветви власти принадлежит президент. Никакой из ветвей власти наш президент по факту все власти. Ну, как говорится, аминь. Самое интересное, это подзаконные акты президента. Указы президента России, по сути, имеют силу закона до тех пор, пока они не противоречат федеральным законам. Что с этим не так? Подзаконные акты должны быть частью правовой системы, которых формирует парламент. Подзаконные акты... Блин, я вот сейчас смотрю этот ролик, а внизу меня ждет теплый ягодный пирог. И когда я закончу стрим, его уже поздно будет есть. И, конечно, от этого так обидно. И должны быть именно подзаконными, а не иметь силу закона. Указы президента же могут выходить за рамки правовой системы, создавая... Ну да, это все круто. Просто ничего нового для России. Ничего нового. Нет, за стримом, за... Блядь, перед камерой я не буду кушать. Значит, для России нет в этом ничего нового, потому что еще московский князь, он не обладал никакими обязательствами перед своими вассалами, если можно так вообще сказать примитительно к России. То есть, например, он заключил договор с Новгородом. Вот обещал Новгороду, кстати, как и Пскову, как и Смоленску, как и Вятке, обещал, значит, не учинять над ними там какого-то беспредела, значит, менять их традиции политические, там, менять их элиту и так далее. Но уже через несколько лет он просто брал и выводил местные элиты, переселял их в другую местность, а заселял, соответственно, Новгород, Псков, Вятку и Смоленск московскими ребятами, теми, которые были лично верны московскому князю. То есть, вот чисто по беспределу действовал. Он мог ограничить наследников в праве наследника, он мог дать какому-нибудь наследнику, значит, сделать какого-нибудь из наследников, из своих сыновей наследником, да, а потом взять и лишить его наследства и передать это наследство другому сыну. Просто чисто своей волей, да, то есть никак это не было прописано нигде, сам алгоритм этих действий нигде не был прописан. Вот то же самое по беспределу он поступал со своими братьями, мог запретить, ну, московский князь, да, он мог запретить своим братьям жениться, чтобы у них не было наследников. Просто взять и запретить. Или заточить их в монастырь, или заточить их в тюрьму, потому что ему так захотелось. Никаких законных оснований для этого ему не требовалось. Вот. А почему? Ну, потому что в России вот уникальная такая история, о которой, кстати, еще раз, да, прорекламирую эту книжку. Очень хорошо здесь написано об этом, да, русская самовласть. В России, как нигде в Европе, царь, он не приносил никаких клятв народу. Ни аристократии, ни народу, ни духовенству, никому. То есть, когда царь вступал в должность, да, если вообще это можно было назвать должностью, он не приносил никаких клятв. Он ничем себя не связывал, его ничего не связывало с народом. В то время, как короли на Западе, они приносили определенные клятвы, обязательства перед своими подданными. Вот, пожалуйста. То есть, это 15 век, и с тех пор нихуя не изменилось. То есть, история-то такая же, как и тогда, так и сейчас. Все то же самое. Да, там буквально, вот, не помню, шуйский или нет, но там буквально есть исключение, исправил там несколько человек. Суть и свою собственную правовую систему, которая при желании вообще может не зачитаться с основной правовой системой, которую принимает Федеральное Собрание. В итоге, у нас есть должность, которая по формировкам из Конституции априори находится над всеми остальными государственными ветвями власти. Имеет право захватить управление целой аж исполнительной властью. Имеет право отменять решения региональных властей. Поэтому, когда я все время вам рассказываю, что Ельцин был царем, что Путин царь, я не говорю это в каком-то переносном смысле. Я действительно так считаю. Я действительно считаю, что Путин это самодержится, это в полной мере представитель вот российской имперской политической традиции. Он нисколько не уступает и не отступает от нее, да, и не уступает своим предшественникам. Ельцин был такой же. Ельцин был такой же. Вот кто не был представителем этой традиции, это Горбачев и, наверное, Хрущев. Вот Хрущев тоже не был представителем этой традиции. Ну, а так, в принципе, по пальцам руки можно одной, наверное, пересчитать, сколько там персонажей правивших России не имели отношения к этой традиции. То есть, по сути, просто нагнуть федерализм. Диктует решение представительного органа власти, в случае чего может разогнать законодательную власть вообще. Ну, а на самый худой конец может вообще создать свою правовую систему, которая не особо сочетается с основной федеральной правовой системой. Ну, с путинским режимом-то все ясно, да. Но даже и оригинальный текст ельцинской конституции, это если не... Ну, вот Ельцин, считай, он... Что он сделал в 93-м году? Он разогнал бояр и заменил их дворянами. То есть, людьми чисто ему обязанными. Вот, раздал им поместье, и с тех пор все хорошо в России. Все как и было, как и должно быть. А Ленин, кстати, наверное, не является представителем. Хотя, Ленина сложно отнести, у него есть признаки того и другого. Вот, но как-то не хотелось бы его относить к республиканской традиции, да. Не хочется такого человека иметь в среде прекрасной и благородной. Диктатура — это суперпрезидентская республика по сути единоличного правления. И, кстати, о федерализме. Ну, чувак, я же не говорю, что эта азиатизация обязательно будет, да. Ну, не будет, и слава богу. Это же просто такой осторожный прогноз, что такое может произойти. Вот, а как оно там будет, я понятия не имею. Я могу лишь предполагать на основании тех тенденций, которые вижу сейчас. Я могу ошибаться, я не спорю с тем, что я могу ошибаться в этом плане. Возможно, что мои прогнозы, они ошибочны. И дай бог, чтобы так оно и было, потому что у меня очень прогнозы-то пессимистичны на самом деле. Отсутствующий федерализм. Многие из вас просили отдельный ролик о федерализме и системе федерализма, и мы еще обязательно очень внимательно посмотрим на нее в отдельном ролике. Но вкратце, система федерализма предполагает, что субъекты федерации обладают всей полнотой власти на своей территории ровно как независимое государство. То есть давайте зафиксируем еще раз. Субъекты федерации, по сути, обладают полнотой суверенитета на всей своей территории. Потом, имея всю полноту власти на своей территории, субъекты объединяются вместе и передают часть... Ленинский экспорт революции можно сравнить с имперской экспансией. Большевики же хотели захватить всю территорию Большури. Ну, во-первых, да. Во-вторых, я тебе даже больше скажу, ортодоксальный марксизм, который вот именно для России характерен, это ничем не отличается от православной ортодоксальности, от догматичности, которая в Российской империи была в отношении религии. ...своего суверенитета единому образованию, федерации. Причем зачастую это одна и та же часть суверенитета. То есть одинаковые полномочия отдаются из каждого субъекта в общий центр. При этом субъекты федерации все еще оставляют за собой всю полноту суверенитета, минус некоторые полномочия. Дальше. Федерация, как еще одно государственное образование на территории субъекта, имеет право вводить свои законы и налоги на территории этого субъекта. То есть у нас есть государственная власть субъекта, и вместе с ней бок о бок идет федеральная власть республики. А как это реализовано в Конституции РФ? Полномочия федераций и субъектов регулируют статьи 71, 72, 73. Статья 71 устанавливает предмет ведения федерации, то есть ту самую частичку суверенитета, которую участники федеративного договора передали в общую федерацию. А потом идет следующая статья, статья 72, которая определяет совместное ведение федерации и субъектов. Закончив два здоровенных списка полномочий, в которые подпадает в принципе примерно все, что захочет федерация, Конституция переходит к статье 73 и говорит, что все, что не попало в предыдущие две статьи, остается на усмотрении субъектов. То есть получается, что российская система федерализма изначально была повернута с ног на голову. У нас не субъекты объединились вместе и договорились передать федерации одинаковую часть своего суверенитета. А эта федерация пришла, захапала весь суверенитет, а потом решила немного поделиться. Более того, делиться федерация крайне неохотно. Потому что если вы очень внимательно почитаете статьи 71 и 72, вы в общем-то поймете, что на ведение субъектов не оставлено примерно ничего. Федерация имеет право либо единолично, либо совместно определять примерно все, что угодно. И политическое развитие, и экономическую политику, и вот тоже классная формулировка. Общие вопросы в принципе примерно всего подряд. Ко всему прочему, у субъектов практически нет никакой возможности повлиять на то, что делает федерация. Я вообще сторонник сильных верхних палат федерации. Но есть один субъект, который может повлиять на то, что делает федерация, и даже не подчиняется по факту, де-факто даже не подчиняется федеральным законам. Я думаю, что вы все знаете прекрасно, что это за субъект. ...в федеральных парламентах. Именно потому, что разделение властей не только горизонтально, оно еще и вертикально. То есть регион... Сегодня Алекс на нашем стриме, прямо на нашем стриме, стал настоящим русским. ...вфедеральные власти должны иметь механизмы сдерживания федеральной власти. Я рассказывал об этом более подробно в ролике о палатах парламента. В России Совет Федерации не только полностью без зуб, он вообще непонятно, что за орган. Текст Конституции вообще не особо определяет... Это правда. ...это что такое Совет Федерации, как он... Ну, чтобы понять вообще, на что способен российский парламент в целом, да, достаточно посмотреть, как голосуют за законы. Ну, то есть, казалось бы, вот парламент — это место для дискуссий, и это место, где партии между собой как-то конкурируют, потому что они отстаивают разные интересы разных групп населения. Но ничего подобного мы не видим в российском парламенте, потому что в российском парламенте все партии, казалось бы, с разными платформами, ну, то есть ЛДПР, КПРФ, новые люди, Единая Россия, Справедливая Россия, у них у всех идеологии, ну, как-никак разные, особенно у новых людей, например. Идеология не такая же, как у КПРФ. И у ЛДПР не такая же, как у КПРФ. Вот вообще, в теории, по лору, по легенде, по легенде, ЛДПР и КПРФ — это вообще самые ярые конкуренты. Можно вспомнить, как Жириновский, там, значит, против Зюганова выступал в парламенте, постоянно его, там, критиковал, там, постоянно по данным коммунистов. Но, когда дело переходит к практике, мы видим, что эти партии всегда, практически всегда по ключевым, во всяком случае, вопросам голосуют единогласно. Ну, такого не бывает. Такого просто не бывает. В настоящей демократии, когда у тебя реально есть парламент, не ручной, там, блядь, идут дискуссии, там не так все просто, и уж точно там не будет такого голосования, что вот ноль против, блядь, есть там, не знаю, пара человек, которые воздержались, все остальные за. Формируется, чем он занимается? Это еще раз к вопросу о неточности формировок. Авторы текста тупо забили на Совет Федерации, в результате чего, если вы не в курсе, за первые четыре созыва Федерального Собрания, Совет Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации, формировался тремя разными способами. Сначала в нем были избранные представители регионов, потом в нем были губернаторы и главы ЗАГС Собраний, а потом вот их представители. В общем-то, неудивительно, что при Путине членство в Совете Федерации стало либо способом получить неприкосновенность, либо почетной синякурой. Тогда как уж где-где, а в России, самой большой стране в мире, Совет Федерации должен... Да, никогда все эти партии не были самостоятельными, не об этом речь. Мы говорим про легенду, которая вот есть, да юра. ...быть чуть ли не главным органом власти. Последнее. Конституция смотрит на граждан сверху вниз. Есть в Конституции еще такая интересная статья под номером 32. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами... Граждане на подсосе. ...государства как непосредственно, так и через своих представителей. Есть в теории государства такой термин – актраированная конституция, или их еще называют «даровными конституциями». Это та конституция, которая даруется монархам своему народу. Актраированной конституцией вполне можно считать британскую некодифицированную конституцию, которая передала полномочия в управлении государством от монарха парламенту. В России была своя актраированная Конституция 1906 года, когда император Николай II передал часть своих полномочий в Государственной Думе. Так вот, Конституция... Ну его вынудили, его вынудили это сделать. ...1993 года не была актраированной по форме. Ее приняли на всенародном референдуме 12 декабря. И по форме принятия российская Конституция вполне себе народная, а не монархическая. Однако, вот эта статья 32, которую я процитировал чуть раньше, дает понимание того, что хоть по форме принятия эта Конституция инородная, но по сути своего текста она дарована. Вот эта статья 32 целиком и полностью показывает... Ну, дарованная, подождите. Но если она дарованная, так все правильно. Самодержец дарует нам какие-то там права. Вот. И точно так же он у нас может забрать эти права. Знаете, как бог дал, бог взял. Вот самодержец дал, самодержец взял. Все четко, все в рамках традиции. ...суть этой Конституции. Но настоящие демократии затягивали голосование по поставкам оружия в Украине. Будь США та же система, что в РФ, сразу бы поставили. Ну, ты знаешь, как бы ориентироваться надо не на один единственный вопрос, из него исходить, а исходить из того, насколько это полезно для граждан Америки. То есть для них это полезно, что государство вынуждено как-то отчитываться за свои расходы. Надо исходить из того, как это для граждан. Выгодно, невыгодно, полезно, неполезно. Вот. Для них это полезно, для них это плюс. Ну и кроме того, так ли быстро поставили оружие России из Китая, например? Поставили ли оттуда вообще это оружие? Тоже вопрос. А там никакой демократии нет. Она не призывает граждан формировать собой государство, как это делается в демократиях. Она допускает граждан к управлению государством. Дарует народу право быть гражданами в своем же государстве. И об эту формулировку разбивается вся демократичность этой конституции. Заключение. Конституция России советская. Советский Союз был нарочито антиправовым государством. Советская система была устроена таким образом, что политические решения в СССР принимались не по заранее установленной и единой процедуре, как в демократиях, а по решению главной политической силы, то есть КПСС. Советский Союз нарочито оказался распределять власть каким-либо образом, потому что марксизм отрицал систему разделения властей как неэффективный буржуазный инструмент. Российскую конституцию писали на самом деле... Ну, марксизм отрицал... Советский марксизм отрицал буржуазное разделение властей. Вот. У них было свое собственное разделение властей. ...неглупые люди. Однако, и это важно, писали ее советские специалисты. Я часто говорю, что мы на все смотрим со своей колокольни. Ельцин, при моем личном большом к нему уважении, был все-таки... О, да ладно, серьезно? Ну, серьезно? А за что уважать Ельцина, извините? ...советским бюрократам. Собчак, при моем уважении к нему, был советским профессором. А ему за что уважение? Виктор Шейнис, автор текста Конституции, был все-таки советским экономистом. Сергей Алексеев, еще один автор Конституции, был советским юристом. Вы поняли, куда я веду? И все проблемы российской Конституции идут от проблем абсолютно тупейшей, простите, и отсутствующей... Ну, так-то можно вспомнить другой кейс, что в 93-м году именно коммунисты наставили на том, чтобы оставить в Конституции ограничение возраста президента, ограничение кандидата в президенты 65-ю годами. Вот, коммунисты именно этого хотели, как ни странно. ...государственные системы Советского Союза. Советские Конституции были программными агитками КПСС. Отсюда излишняя программность российской Конституции. Советские Конституции не были основ... Да нет, чувак, тебе стоит просто признать очевидно, что Конституция 93-го года намеренно создавалась такой под суперпрезидентскую республику. Вот и все. Ты просто слишком с большим уважением относишься к Ельцину. ...полагающими для системы право, потому что в Советском Союзе не было правовой системы. Отсюда неточность формировок. В Советском Союзе не было разделения властей. Отсюда и проблемы новой Конституции в сфере... Ну, подожди, министры из СНГ тоже должны рассказывать, куда они девают деньги, просто они должны это рассказывать не народу, а, собственно говоря, самодержству. ...разделение властей. Советский Союз был диктатурой одного человека и партии. Отсюда и проблемой с институтом президента. Советский Союз был унитарным государством. Отсюда и унитарный с Российской Федерацией. Наконец-то... Погодите, Советский Союз был унитарным государством? Что-то как-то мне кажется, что это не совсем так. Во всяком случае, формально. Давайте посмотрим Конституцию СССР. Был ли Советский Союз унитарным государством? Если там были союзные республики. Ну, по сути-то да, да. Но давайте посмотрим до юра. Потому что в Российскую Конституцию именно до юра элементы Советской Конституции проникли. Так, демократический централизм, это понятно. Где у нас здесь профедерацию-то? Да, принцип социалистического федерализма, ребятки, называется это. Социалистический федерализм. Нет, Советский Союз не был демократической структурой. Отсюда и проблема того, что Российская Конституция как бы впускает граждан во власть, а не дает гражданам формировать власть собой. Российская Конституция в теории неплоха. Но держалась она криво-косо только на том, что отдельные люди, которые ее писали, не злоупотребляли своими полномочиями слишком сильно. Но как только доступ ко всем погрешностям этой Конституции получил человек, который решил сходу узурпировать власть, тут-то она, бедолага, и посыпалась. Да, у прекрасной России будущего нет иного. Ну, Путин не узурпировал сходу власть, он, по сути дела, получил власть как преемник. Опять же, попытки как-то обилить Ельцина, я уже не считаю как-то их сколь-либо приличными, на мой взгляд, это уже какая-то, ну, откровенная хуйня. То есть, когда у тебя институт преемства вводится в демократической стране, это уже хуйня. Это просто уже какая-то залупень получается. Выхода, кроме как принимать новую демократическую Конституцию. Увидимся на следующей неделе. Да это и так понятно, только в России не будет демократии. До конца я рад, что вы нашли полезным и интересным. Напоминаю, что сейчас самое лучшее время поставить лайк этому ролику и оставить ваш комментарий. Плюс ко всему, этим роликом можно делиться, не рискуя попасть под какую-нибудь новую статью Уголовного кодекса, чем я призываю вас заняться. Напоминаю, что скоро на этом канале выйдет еще несколько роликов о теории демократии и федерализма. Так, окей, ладно, посмотрели ролик.